Позвольте уделить несколько минут вопросам лучевой диагностики сарком мягких тканей. Какие же основные задачи стоят перед лучевой диагностикой сарком мягких тканей? Это непосредственно визуализация опухоли, характеристики опухолевого образования, локализация, фонды, формы, контуры, структура, то есть поверхностно располагающиеся опухоли, межмышечно, внутримышечно, внутрикожно, в структуре сосудистонервных пучков. Структура опухоли кистозная, кистозно-солидная, миксоидная, с инфильтративным типом роста. Все это очень важно. Местная распространенность как основная задача в плане взаимоотношения с основными анатомическими структурами, костями, сосудистонервными пучками, другими группами мышц. Если это локализация забрюшинная, то взаимоотношения с внутренними органами. Выбор оптимального места для проведения биопсии. Уже несколько раз было сказано, что это достаточно сложная задача и весьма актуальный вопрос. Ну и тем самым обеспечение прелеприационного планирования, паспирационный контроль, динамическое наблюдение и оценка эффекта лечения. На данном слайде продемонстрированы методы лучевой диагностики и их преимущества и недостатки. Позвольте долго не останавливаться на данном слайде, а лишь высказаться в пользу метода магнитно-резонансной томографии. Это является методом выбора в диагностике саркомиаких тканей, потому что этот метод наиболее высокоинформативный, ввиду своей высокой тканевой контрастности, который позволяет выявлять как кистозный компонент, какие-то кровоизлияния, некрозы, участки распада и возможность даже предположительно определить гистотип опухоли. Но если обращаться к рандомизированным мультицентровым исследованиям, то все-таки чувствительность метода магнитно-резонансной томографии оставляет желать лучшего, так скажем. Но по сравнению с другими методами, конечно, это наиболее высокоинформативный метод. Что же касается, хотелось бы продемонстрировать, как решаются задачи магнитно-резонансной диагностики саркомиаких тканей на примере данного слайда. То есть здесь непросредственно опухоль визуализирована, определяется образование верхней трети мягких тканей правого бедра. Это образование с достаточно четкими ровными контурами, однородные структуры по сигнальным характеристикам схожи к таковым от жировой ткани. Но имеются участки структурной дезорганизации непосредственно опухоль, которые нам говорят о том, что все-таки эта опухоль носит промежуточный, как я уже понял, тип. То есть это высоко дифференцированная липосаркома. И эти же участки, они хорошо накапливают контрастный препарат. То есть это оптимальное место для забора материала для последующей мистологического исследования. Также необходимо помнить о наличии сосудистых нервных пучков. Сосуды очень хорошо визуализируются. И волокна седалищного нерва, что очень важно при планировании проведения биопсии образования. Да, процесс магнитно-резонансной томографии, точнее исследования, достаточно трудоемкий по отношению к другим методам исследования. Но информативность его достаточно высокая. Поэтому следует учитывать то, что само исследование занимает порядка 30 минут. И хотелось бы как рекомендации, наверное, докторам из других учреждений дать, что изначально первый протокол, который должен пройти, это корональный тирм. Для того, чтобы максимально визуализировать зону исследования, то есть захватить все обе конечности, допустим, а также с двумя суставами. И уже ориентироваться по направлению, ориентировать аксиальные срезы по направлению к диафизу кости. Также бывают, возникают вопросы по поводу назначения магнитно-резонансной томографии с внутривенным, либо без внутривенного контрастирования. Такой вопрос, в принципе, не должен вставать, потому что очень хорошо дополняет внутривенное контрастирование в вообще нативную фазу магнитно-резонансной томографии. Хотелось бы продемонстрировать на данном слайде, на данном примере. То есть мы имеем межмышечное, частично в структуре прямой мышцы бедра образование, которое достаточно четкими ровными контурами из интенсивной структуры. Но высказаться в пользу вообще в принципе образования ли это мы не можем. Поэтому мы применяем внутривенное контрастирование, на котором в данном случае мы дифференцировали гематому с воспалительными изменениями при лежащей мышце. На следующем слайде кардинально другая ситуация. Здесь уже также мы видим внутримышечное образование из-за интенсивной структуры, которая однозначно высказаться в пользу злокачественного процесса мы не можем. При внутривенном контрастировании данное образование характеризуется повышенным неоднородным накоплением контрастного препарата, что нам дает право высказаться о том, что это злокачественное образование, в частности, это была плеаморфная саркома. Что касается дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных, в данном случае промежуточных форм сарком мягких тканей, то магнитно-резонансная томография справляется достаточно хорошо. В верхнем ряду изображений представлено межмышечное образование грудной стенки, которая по сигнальным характеристикам схожа к таковым от жировой ткани и не накапливает контрастный препарат. Вот здесь видим то, что накопление контрастного препарата не отмечено. В нижнем ряду изображений также представлена жировая опухоль, но здесь, опять же, имеются участки дезорганизации, которые говорят нам о том, что эта опухоль носит промежуточный характер, то есть высоко дифференцированная липосаркома. Если на предыдущем слайде было хорошо продемонстрировано возможности магнитно-резонансной томографии в выявлении, точнее, в дифференцировке доброкачественных и злокачественных процессов, то в данном случае хочется, конечно, высказаться о том, что определить гистотип опухоли по данным магнитно-резонансной томографии достаточно сложно. На данном конкретном примере имеется кистозно-солидное образование левой подмышечной области, которое неоднородно повышенно накапливает парамагнетик с солидным компонентом, оттесняет впереди переднюю грудную мышцу, по задней поверхности имеется сосудистонервный пучок, и высказаться в какую-либо сторону по отношению к гистотипу не представляется возможным. В данном случае это может быть и метастатический измененный лимфатический узел, и, допустим, дидифференцированная липосаркома, и злокачественное образование из оболочек периферических нервов. Но в конечном итоге после биопсии гистологический диагноз звучал как бифазная синавиальная саркома. Что касается других локализаций, в частности, забрюшенных локализаций, хотелось бы продемонстрировать на данном случае пациентке 43 года она жаловалась на боли внизу живота по месту жительства, выполненного УЗИ, на котором заподозрена опухоль яичников. С этим диагнозом, в принципе, она и поступила к нам в учреждение. Выполнили магнитно-резонансную томографию, на которой мы определяем крупное забрюшенное образование, которое распространяется в полость малого таза, оттесняет органы малого таза кпереди и вправо, по сигнальным характеристикам схожа к жировой ткани, но с участками той же самой дезорганизации. И также это является, ну, гистологически подтвердилась высокодифференцированная липосаркома. Ну, несколько слов о вообще назначении магнитно-резонансной томографии, точнее, ну, это больше для врачей, которые планируют назначить магнитно-резонансную томографию. То есть, что имеется противопоказание, это наличие парамагнитного металла в организме, наличие кардиостимуляторов, слуховых аппаратов. Также необходимо учитывать аллергические анамнезы пациента, то есть были ли эпизоды аллергической реакции на введение гадолинии содержащих препаратов. Клаустрофобия тоже проблема для проведения магнитно-резонансной томографии. Также необходимо учитывать, что дети достаточно гиперактивны, и, в принципе, до 5 лет детям проводят магнитно-резонансную томографию под седацией. Также необходимо учитывать, что на уровне депротезов, титановых элементов, качество визуализации снижается за счет артефактов от металла. Ну, и в качестве итогов, в принципе, в рекомендациях также мы видим достаточно, так скажем, одно из ведущих мест магнитно-резонансной томографии в диагностике 40 мягких тканей. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...